Всем привет! У нас внеплановая съемка. В общем, у нас сейчас произошло ЧП в магазине. Мы в адмирале расплачивались за товар, за продукты. Егор повез пустую тележку и запищал на кассе. Охранник подходит. Все нормально, все спокойно. Я говорю, сейчас мы будем ребенка кармана проверять. Возможно такое. В общем, он с пониманием к этому отнесся, конечно. Лер, доставай, показывай, что он нас там упер. В общем, киндер пингвин выбрал. Выбрал момент, когда никто за ним не смотрит. Где ты у меня сидишь? Ну-ка, давай, смотри сюда. Смотри, смотри на меня. В общем, выбрал момент, когда на него никто не смотрит. Ни я, ни папа, ни Лера. и положил в карман и застегнула молнию. В общем, мне было очень стыдно. С одной стороны, да. С другой стороны, я-то понимаю, что проблема такая вот. Взять это не только у приемных детей, это и у домашних. Не то говорю, не то что домашних. Укровных, вот так скажем, детей. Это тоже есть. Вот. Но у Егора у нас с особой силой. Он у нас уже у Леры проездной в школу, который, так, который Лере в школе выдали проездной, он его упер в садик. Нам его воспитательница нашла в игрушках. Потом, да, потом мы, значит, не могли найти телефон. Стали его вызванивать и вызвонили уже у Егора в кармане. То есть, он его припасы застегнул также на молнию, чтобы унести в садик. В общем, я не знаю, как мы ему, конечно, объясняли, объясняли. Больше не было такого, чтобы он брал телефон или там проездной документы он перестал трогать. Вот. И вот первый раз у нас случилось такое в магазине. Я не буду прекращать брать его с собой в магазин. Он с нами будет ездить. Но если еще раз такое повторится, то разговор будет уже более жесткий. А пока я лишаю его своего внимания на весь вечер. В общем, он будет сидеть один в своей комнате. Для него, кстати, это очень жесткое наказание. Ну, у нас все дети наказываются отсутствием внимания, скажем так. Я или на табуретку сажаю, или в комнату в отдельную. Вот. Вот. Физически для них было бы, наверное, проще получить наказание. Но мы хитрые родители. Мы им такого удовольствия не доставляем. Так что, Егор, сколько бы сегодня ты головой не стучался, мамы для тебя сегодня не будет. Понял? Мне очень стыдно за тебя было. Очень. Как я теперь буду приходить туда продукты покупать? Скажи мне. А? Это что такое? А кто бы за тебя потом платил? Тетенька вот эта на кассе, да? У них бы стали проверять, а у них недостача. А у нее также детки дома. И она бы за тебя вот эти деньги себе платила. Ну-ка, посмотри на меня. Мне было очень за тебя стыдно. Мне до сих пор за тебя стыдно. В общем, вот такая у нас сегодня съемка. Почему я это выкладываю и даже и не стесняясь этого? Да потому, что, наверное, через одного, у кого приемные дети, такое случается. Да и скромными, наверное, случается. Ну, все. Пока. Выключаемся. Всем всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok